В начале пресс-конференции Анатолий Бибилов, как всегда, призвал журналистов к максимально откровенному разговору, изъявив желание ответить даже на самые неудобные вопросы. 2020 год был сложным. Глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 до сих пор находится в центре внимания населения всей планеты. Никто не может до сих пор с уверенностью сказать, чем же в конце-то концов она была вызвана. Имеет ли место теория заговора или всё же естественный отбор? Как бы то ни было, из-за этой болезни маленькая Южная Осетия простилась с 60 своими жителями. На сегодняшний день для лечения больных COVID-19 РММЦ использует жидкий кислород, который больным поступает из специализированной цистерны. Однако уже в январе-начале февраля медицинский центр будет оснащён кислородной станцией. Кислородная станция нам подарили наши друзья. Значит, он уже закуплен. Его доставка сюда будет, я думаю, что в конце января-начало февраля. До этого времени у нас никаких проблем с, дай бог, с кислородом не будет. Что самое главное, эта станция будет производить именно медицинский кислород. В Южной Осетии наконец-то появится долгожданное ипотечное кредитование. Количество тех, кто хочет получить бесплатное жильё от государства, возрастает с каждым днём. Но выдавать такие суммы всем желающим Банк Южной Осетии не в состоянии. Поэтому желающие будут получать жильё и далее платить за него банку. Законопроект разработан Министерством юстиции и уже направлен в парламент. Ипотека, законопроект готов. Как мы и обещали, что к концу года законопроект будет готов. Он готов. Как только парламент начнёт работать, мы представим его в парламент наших депутатов. Если они сочтут нужным прийти на сессию, рассмотреть этот закон, то мы будем более чем счастливы. И счастливы те люди, которые бы хотели купить для себя дома. Законопроект, как и обещали, как было моё поручение, оно выполнено. Законопроект готов. Президент ответил на более чем 35 вопросов в ходе пресс-конференции. Ответы на многие другие, не менее интересующие вопросы смотрите в ближайших эфирах ГТР КАИР.